Господи, Сын, с нами будет, и договор разве Тебе, помощником скорбых ненимам, и Господи, Сын, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!» Бывает все на свете хорошо, в чем дело, даже не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Такая песенка в свое время Никитой Михалковым была в фильме исполнена. Да, бывает, когда у человека душа в порядке, то даже такая мелочь, как летний дождь, или как солнечный рассвет, или снег крупными хлопьями, или звучание музыки, или журчание ручьев, может создать человеку радостное настроение. Ну, потому что мы живем изнутри своего сердца. То, что в сердце происходит, то оно и в уме, и в настрое, и в воле, и в устах от избытка сердца, говорят, уста. Человек видит мир глазами своего сердца. А бывает наоборот. Бывает, что все в жизни человека хорошо, ну так объективно. И здоровье более-менее, и работа есть, и семья, и друзья. А на душе настолько бывает противно, что и пение соловья за окном не радует, и вкусная еда не утешает, и музыка не создает настроение. Ну, потому что, так иногда говорят, на душе кошки скребут. Почему такое происходит? А потому что душа Богом устроена таким образом, чтобы ей хорошо себя чувствовать, ей необходима духовная энергия. Душа оживотворяется Духом, а Дух оживотворяется Святым Духом. Но так мы устроены. Когда человек создает машину, он в нее вкладывает определенные характеристики. И если машина функционирует на определенной энергии, ну, там, 92-го бензина, октанового числа такого, то даже если его будет меньше, то машина начнет барахлить. А если залить другое топливо, то она вообще никуда не поедет. И вот топливо нашей души — это благодать Божия. Как бы кто ни думал, принимает он это, не принимает, но душа живет только тем, что дает ей Святой Дух. В этом и смысл жизни человека, цель жизни — встижание благодати Духа Святаго Божьего. Если человек этого не делает, он не живет. Он не живет по-человечески. Конечно, душа, поскольку она вечна, это ее свойство, она никуда не девается, но человек перестает жить. Он становится, ну, просто биологическим существом, потому что все-таки человек — это вечная личность, личность, устремленная в вечность. Но душа может быть просто обслугой нашей плоти, нашему телу, удовлетворять плотские хотелки. И это тоже может восприниматься, как жить, есть, пить, ну и так далее. Но эта жизнь нечеловеческая. Это скотская жизнь, что у них, собственно, все те же самые процессы, только у них душа озабочена жизнью тела. Человек живет тогда, когда в нем присутствует духовная жизнь. жизнь в определенных отношениях с Духом Господом, Царем Небесным. И остальное, оно все прилагается. Если человек, прежде всего, ищет Царствие Божие, правда его, ищет духовной жизни, то и здоровье, и внутренний настрой к этому прилагается. И для того, чтобы душа была в порядке, необходима определенная настройка, регулярная настройка. Вот для этого есть такое понятие, как правило, правило жизни. Во всем должен быть порядок, во всем должен быть ритм. И наша душа, она должна регулярно получать то горючее, на котором она двигается, ту энергию, благодаря которой она живет. Элементарно. Утреннее и вечернее правило. Вот тот минимум. Чтобы настроить свою душу, нужно регулярно давать своей душе пищу, молитва. Нужно регулярно давать душе пищу Слово Божьего. То есть читать и вникать, и умом воспринимать, и в сердце, чтобы эти слова принимали, и небеса сочетались с чистой вашей душой, сказал Константин Романов в прекрасном стихотворении. Кстати, надо будет его напомнить. Но вот это необходимое условие, чтобы душа жила, необходима духовная жизнь. Об этом я хотел напомнить. Помогай нам всем, Господь. Господи сил, помилуй нас.